Два часа дня в Одессе в прямом эфире седьмого канала новости в студии Максим Малынов. Здравствуйте. Ночной инцидент в элитном районе на восьмой станции Большого Фонтана наделал много шума в Одессе. По информации управления полицией, 15 мая около 23.00 на улице Красной Зори автомобиль Lexus был расстрелян двумя неизвестными. Якобы погиб адвокат, связанный с крупным иностранным инвестпроектом в курортной затоке. По городу даже объявили план перехват и усиленно искали стрелков. Правда, в истории много странного. Вот оно, место предполагаемого расстрела Lexus. Трава на газоне до сих пор хранит следы его протекторов. А на асфальте и бордюре большая красная лужа. Правда, похоже, она почему-то не на кровь, а скорее на варенье или томатную пасту. Еще и странности, ни на дороге, ни в траве нету ни единого битого стекла. Да и жильцы дома, перед которым все это происходило, ночью не слышали никаких посторонних звуков. Что очень странно, если исходить из версии, что здесь стреляли аж из двух автоматов. Пусть даже с глушителями. Но на Киевской трассе, которая была заблокирована еще сутки назад, уже нет никаких препятствий. Часть дальнобойщиков уехала для отгрузки. По-прежнему остаются машины, водители которых не хотят проходить весовой контроль. Стоят вдоль дороги, не создавая препятствий. Напомню, движение водителей грузовиков перекрыли в знак протеста против работы весового комплекса около дачного. Свою акцию они начали еще утром 14 мая и продолжили ее в воскресенье. Тогда же на место общаться с водителями приехало руководство госслужбы по безопасности на транспорте. Я напомню, что на прошлой неделе на дорогах Одесса-Николаев и Одесса-Киев установили весовые комплексы для грузовиков. Главная задача – отлавливать фуры, которые идут с многотонным перегрузом. За первый день работы в Одесской области инспекторы проверили 92 грузовика, 9 оказались с перевесом. Общая сумма штрафных санкций составила 27 138 евро. Полицейские сдали кровь для бойцов АТО. Несколько десятков сотрудников главного управления полиции в Одесской области присоединились к акции «Сдай кровь, спаси жизнь». Ее проводят еще с 2006 года, но на этот раз акции направлены на спасение жизни военных и тех, кто пострадал в ДТП. Анна Грынев продолжит тему. Николай сдает кровь с 18 лет. В областную станцию переливания первый раз пришел с родным братом. Однажды узнал, что его кровь спасла жизнь девушки, пострадавшей в ДТП. После этого не упускает возможности прийти сюда. Если мы не будем помогать друг другу, то и грош нам цена. И нужно помогать и маленьким детям, и нашим близким, и всем родным. Донором может стать практически любой здоровый человек. Главное быть старше 18 лет и весить не менее 50 килограммов. Сегодня кровь сдают несколько десятков сотрудников полиции. Они готовятся к этому, что важно для нас. Они знают, что нельзя пить, курить, антибиотики принимать. Акцию «Сдай кровь, спаси жизнь» проводят ежегодно по всей Украине. Как всегда, с 16 по 22 мая. В Одесской области это уже 10-е. Сегодня полицейские сдавали кровь для тех, кто пострадал в ДТП. Некоторые специально для бойцов АТО. Общались с 411 госпиталем и они попросили сдать именно для них. Здесь часть сотрудников будет непосредственно сдавать кровь для 411 госпиталя. Традиционно полицейские сдавали 450 миллилитров крови. На этот раз в новом современном зале областной станции. Анна Грынев, Алексей Филиппов, Седьмой канал. Ну а на французском бульваре открылся двор культуры. Там можно почитать книгу, посмотреть спектакль, послушать концерт. И все это под открытым небом. Дворик будет открыт на протяжении всего лета. Это 12 недель. И каждая из них имеет свою тематику. Вот на неделе скандинавской культуры шоу-лекции актрисы Александры Лосевой о скандинавской мифологии. Там 100 неизвестных фактов. Оказывается, там сильно больше, чем просто Тор. Очень интересные мифы. Там поговорим о Старой Одессе. Открытый мастер-класс по КПР, там в неделю бразильской культуры и так далее, тому подобное. Предусмотрели организаторы, что делать в случае плохой погоды. Так, в случае дождя, все гости смогут перейти в специальный крытый зал и продолжить смотреть спектакль или концерт. Украина ликует. Джамала победительница Евровидения 2016. А это значит, что следующий песенный конкурс будет проходить в нашей стране. Принять лучших европейских исполнителей уже согласились 4 города. Львов, Киев, Днепропетровск, Херсон и Одесса. Но одного лишь желания недостаточно. Город, который будет принимать Евровидение 2017, должен предоставить достойную площадку. Предварительные даты проведения конкурса были озвучены еще в Стокгольме. Полуфиналы пройдут 16 и 18 мая. Финал состоится 20 мая будущего года. Финал состоится 20 мая. Напомню, что украинская певица Джамала одержала победу на международном песенном конкурсе Евровидения 2016 в Стокгольме. Песня 1944 рассказывает о трагедии ее родного народа – депортации крымских татар. И на этом у нас пока все. Следить за новостями седьмого канала всегда можно на нашем сайте, в Твиттере и соцсетях ВКонтакте и Фейсбуке. Но если вы стали очевидцем событий, о котором должен узнать весь наш миллионный город, звоните в редакцию по телефону 726-3226. Больше информации в 16. Не переключайтесь и будьте в курсе. Субтитры создавал DimaTorzok